Одно из ключевых звеньев в системе здравоохранения – скорая помощь. Перспективы развития данного направления в регионе обсудили сегодня в Доме правительства. Временно исполняющий обязанности главы ЧУВАШ Олег Николаев встретился со специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга. Нестандартные идеи, практические решения, актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи – ключевая тема встречи. Особое внимание информационным технологиям в этой сфере. Эти технологии позволяют, на самом деле, прежде всего, ускорить эту помощь, что очень важно. Мы можем поделиться опытом в сфере организации скорой медицинской помощи, прежде всего, с применением новейших технологий, цифровых технологий. Стороны обсудили действующие стандарты оказания скорой помощи. У вас деньги – 1200. А сколько из них вывозится за пределы района? 370. Это точка в точку. Это точка в точку. Вот так и должно быть. Первые сутки они уже сразу там, где нужно. А это вот для выживания и сохранения здоровья человека. На счету не часы, а минуты скорая медицинская помощь должна оправдывать свое название. Главная задача, по сути дела, на сегодняшний день в скорой помощи – это чтобы человек не только в Чебоксарах, а в любой точке республики в первый же день сразу оказался там, где ему будет оказана исчерпывающая помощь. Единая диспетчерская, которая видит все выезды и все вызовы, которые осуществляются. При этом те вызовы, которые тревожные – это патология беременных, дети до года, тяжелые ожоги, сочетанная травма, инфаркт, инсульт. Они сразу же берутся на контроль и вот они составляют тех, кого нужно эвакуировать сразу только в те специализированные центры, где им может быть оказан тромболизис, постановка стендов, оказание оперативной хирургической помощи. По словам руководителя Всероссийского медицинского центра медицины «Катастрофа защита» Сергея Гончарова. С развитием санавиации в Чувашию помощь пациентам будет приходить еще быстрее. В 2020 году при больницах широкого профиля построят вертолетные площадки. Из федерального бюджета выделят около 30 миллионов рублей на покупку вертолета. Говорили о том, как наладить точную логическую цепочку действий при оказании экстренной медицинской помощи. У чебоксарских медиков есть опыт подобной работы. Благодаря тому, что в Чувашии объединены все станции, отделения скорой медицинской помощи, центры медицины «Катастрофа» – это система реально работы. В этом центре все практически обновлены автопарк, что ушли от аутсорсинга с частными компаниями, что приобрели собственные машины, машины качественные. И они работают на благо людей в республике. Стороны рассмотрели возможность внедрения в республике успешных практик. Речь о так называемых умных приемных отделениях. При поступлении специалисты сразу же будут разделять потоки больных по состоянию тяжести. Такая практика уже есть в Казани и в нескольких других регионах страны. По мнению специалистов, это то, что создает комфортные условия для пациентов и возможность их мобильного обследования для определения диагноза и дальнейшего лечения. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.